Он спорит с арбитром. Как же так? Вложение игры нельзя было здесь отмечать. Но, знаете, сутью спорить нельзя. Помню, когда я там. Будет замена. Анастасия Пустовойцева сейчас поднимает над головой электронное табло. И это символическая замена. Потому что с футбольного поля сейчас уходит Вадим Ефеев. Вступает в свое место на поле юному футболисту. Я вам сказал, что замена будет символической. Сейчас маленький игрок. Может быть, он игрок-то уже и не маленький. Но пока еще маленький человек. Выходит на футбольное поле вместо него. Джейвов Хрисан. А это виновник отжима. Вадим Ефеев. Против него сегодня здесь собрались. Восемь. Это половинка от шестнадцати мы видим. Приветствую друг друга. Вадим Ефеев и участники этой замечательной игры. По большому счету, спортивная составляющая матча в дальнейшем теряет смысл. Потому что кто же будет играть против Хрисана Джейвуса? Серьезно. Паренек с мячом движется к воротам. Сейчас под катей не дотягивается. Несколько футболистов сборной мира пропускает мяч под рукою. Но это был удар потрясающей силы. Джейвов продолжает атаковать и гол. Он забивает этот мяч. Он просто смял. Он просто смял обороту звезд команды мира на шестьдесят восьмой минуте. Он поддержал Пачин. Хотя сейчас, похоже, Роберто Розетти дает, ну, может быть, невербальный сигнал об окончании поединка. Собрались у центрального круга сейчас все участники этой игры. Удар точнейший. Ну, ему чуть не хватило силы, правда. Но, тем не менее, партнеры... Субтитры создавал DimaTorzok